Посмотрим на задачу номер 9. Адыгейский язык. Да, слова там гимны, это правда. Согласных звуков там не просто много, а просто очень много. Да, среди языков Евразии языки Кавказа, в особенности Абхазо-адыгские языки, это рекорд смены по числу согласных. В Африке есть языки, с которыми они могут посоревноваться. Но большинство языков Европы столько согласных звуков просто не умеют произносить. Давайте сначала в этих длинных-предлинных словах выделим повторяющиеся части. Да, ну шо, кстати, это один звук. Кланг, это повторяем. Да, кланг, это повторяем. Даже я бы сказала, немножко раньше начинается. Значит, все кончается на г-к-у-ах. Понимаете, можно это перейти или заставить? Ну да. На самом деле это гораздо больше всего, но в это мы сейчас углубляться не будем, оно повторяется всегда. Перед ним есть какое-то место, где бывает разное что-то. Да, вот тут у нас какой-то, какая-то такая ячейка, которую можно заполнять разными способами. А перед этой ячейкой у нас тоже будет что-то повторяться. Что? А вы, кстати, ше. Вот я поняла, что ше, нет, ше, ше это такой согласный звук. Это первое лицо. Ше это первое лицо. А обозначает первое лицо? Или не обозначает, сейчас посмотрим. А сейчас посмотрим. А вот здесь добавлюсь. Давайте, давайте сначала выпишем повторяющиеся части, чтобы с ними сразу не маяться. Вот эти вот кусочки у нас повторяются. А вот в этих ячейках у нас сейчас будет какое-то заполнение. Давайте посмотрим, что у нас бывает. Если в этой ячейке у нас шо, а в этой ячейке у нас з, то это называется я вас. Заставил прийти, мы опускаем, потому что это повторяющиеся части. Если здесь у нас с, а здесь у нас б, то это ты меня. Если здесь у нас шо, а здесь у нас д, то это мы у вас. И швы, это шу, швы, это первое лицо. А еще у нас бывает здесь с, а здесь жо. А почему у вас не будет шо? Смотрите, если это первое лицо, то тогда вот здесь у нас тоже бывает первое лицо, и почему-то ничего шуообразного у нас тут не наблюдается. Смотрите, вот эти две ячейки должны быть заполнены местоимением, но в каком порядке, нам никто не обещал. Правда же? Вот у нас здесь повторяется шо, а здесь у нас повторяется вас. Поэтому мы можем сразу начать составлять табличку. И мы сразу знаем, что первая ячейка – это не тот кто, а тот кого. А здесь на втором месте, на второй ячейке, кто? Значит, соответственно, я, у нас бывает ты, мы и вы. Если вас, то это будет шо. Какие еще клетки этой таблицы мы можем заполнить? А меня – это сын. Так. Еще какие клетки мы можем заполнить? Я – это сын. Ты – это б. Ты – это б. И мы – это д. Мы – это д. А как вы думаете, вот жо куда попадет? Страшный согласный звук жо. Я думаю, не будет. Но не какая-то беда. Да, потому что он похож на страшный звук шо. А чем отличается страшный звук жо от страшного звука шо? Один звонкий, другой глухой. Посмотрите-ка. Похоже, мы нащупали логику адыгейского языка. А, тут будет п, 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 и потом будет т, а. Если вопрос кого, тогда глухие, если кто, желкие. Да. Соответственно, если у нас в первой ячейке с, а во второй жо, то это кто кого заставил прийти? Значит, это вы заставили меня. Нас, нас. Где нас? Нас. Нет. Нет, я бы сказала, что меня. А, меня. А, меня. Меня. Нас. Мы это ты или дэ? Ну, хорошо. А если ты нас? Да, значит, ты нас. Как это будет? Ты будет. Ты. Это в какой ячейке и какая буква? Какая согласная? Б. 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 В какой ячейке? В первой. В этой? Нет. Во второй. Во второй. В этой звонке у нас все вот здесь. Значит, здесь у нас будет б, а нас, т, т, да. Здесь будет т, и получится т, 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 т. Да. А если бы нас, то тогда в этой ячейке у нас будет что? Ж. Да, страшный звук жо. Ж. Жо. А в этой ячейке то же самое. Те люди, которые говорят по-адыгейски с детства, говорят на нем, конечно, не так со скрипом и с остановками, как я, а говорят на нем бодро, бегло и с удовольствием, так же, как мы с вами говорим на русском. Кстати, в интернете где-то висит песенка про то, как учат в школе на адыгейском языке. На этой мажорной ноте мы с вами занятие заканчиваем. Напоминаю еще раз, что если вам понравилось разбираться в логике разных языков, приходите на Олимпиаду. Регистрируйтесь. Подробности на сайте.